В этом видео город Пираст, город Котор и Ночная Будва. Итак, друзья, приехали на Которский залив, там город Пираст, там где-то город Котор и вот такой вот залив, горы, красота, там дождь, вой с ним, откуда мы сейчас приехали. И сейчас мы этот залив вокруг объедем и поедем в Будву. Ну что, поехали, посмотрим. Ну вот как-то вот так вот тут вот. Это заброшка здесь. В общем, дождь у нас. Блин, гулять даже не хочется выходить. В общем, делать нечего, идем гулять под мелким дождем. Сейчас попробуем пробить сколько стоит на паромчике, доехать до вот этих двух островов. Ну, в общем, транспорта до островов мы не нашли. В интернетах пишут, что надо ехать в Котор, и оттуда официал уже возит у нас трава. Ну ладно, поедем в Котор. А городок, кстати, неплохой Пираст этот. Аккуратненький, маленький, красивенький. В общем, стоит заехать на полчасика, прогуляться по набережной. Советую. Гор и огонь. Пыльные скалы такие. Вообще круто. Въехали в Котор. Это же покрупнее городок. Сейчас мы здесь погуляем. Приехали в Котор, припарковались бесплатно, как всегда. И сейчас идем в старый город гулять и подняться на крепость планируем. Вон туда вот. Вот там вот погулять. Наверное, там вообще огненные виды. Вот он, старый город, Котор. И тут котейка. Труселя, носки. Классика. Вот тут вот начинается путь наверх. Красота. Пойдем гулять. В интернете пишут, что здесь платный вход наверх на смотровую площадку. Вход стоит 8 евро. Но сейчас вот все закрыто. И это прекрасно. И одновременно открыто. И это, да, для нас открыто. Все, поднимаемся. Пишут, что 1200 ступенек вверх. Слав, считай. Блин, не лень. Вот так вот выглядит старый Котор. Сверху. Красота. Местный кот. Котяра. Он не простой лобокряс. Он работает в крепости, машином столом. Хочет понюхать, Котор. Он ее понюхал. Он не хочет. Он хочет и понюхает. Все. Мы пойдем дальше. Ладно. Спасибо. Привет, кот. Мистер кот. Дошли до какой-то церквы заброшенной. А нам вон туда. На самый верх подниматься еще дальше. Вот. Поднялись до какого-то укрепления. Железяка. Идем дальше. Выше. Так. Зайдем-ка в это укрепление. Пахнет саниной. Бля. Большое там пространство. Не вляпаться в какахубы. Ну, собственно, тупик. Грязь, говно, бутылки. Идем отсюда. Опа. Пошли покруче ступени. Вот это огонь. Прямо как китайская стена великая. Да? Вот. Дошли до крепости. Еще немного. Еще совсем чуть-чуть. И вот она там. Точка заветная. А здесь вот такой вот вид. Так. Ну, вот такой вот здесь вход. По мостику. Железная дверь. И вот такое здесь все бетонное. Современное. Опа. Балки, арматура, бетон. Сейчас как-то не средневековненько. Ладно, идем дальше. О, герб прикольный. Лев. Ну что, друзья. Вот и дошли мы до крепости Стоу-Иуана на горе в городе Котор. И вот отсюда такой вот вид. на центральную часть на старый город Котор. Которский залив. Сейчас мы здесь походим, погуляем. Вот так вот это все выглядит сверху. Класс. Поднимались мы где-то минут пятьдесят от старого города до самого верха. Вот с другой стороны там тоже какие-то есть развалины, где можно пошастать. Вот там вот есть дорожка. Серпантин такой. Куда тоже можно подняться. Вон, наверное, на ту гору. Охренеть. Но мы туда, конечно же, не пойдем. Вот такая вот крепость Святого Иоанна. В принципе, ничего интересного нету, кроме как вида сверху. Ну все. Теперь спускаемся. Поднимались пятьдесят минут. Но спускается, наверное, минут двадцать придется. И когда спускаешься, вид гораздо круче, чем когда поднимаешься. Ты смотри под ноги, Иван. Сейчас я оброню немного мудрости. Идти вниз гораздо легче, чем подниматься наверх. И вид, когда идешь вниз, гораздо лучше. Потому что, когда идешь наверх, ты смотришь на свои ноги и ступеньки, а когда идешь вниз, ты крутишь шайбой влево-вправо. Идя вниз можно упасть, идя вниз можно навернуться. В общем, впитывайте крупицы мудрости от Вячеслава. Спускаемся другим путем. И здесь также стоит турникет. Видимо, все-таки в сезон здесь платный вход. В интернете пишут, что вход восемь евро. Хотя он здесь все разбито, разломано. Может, уже и отменили. А вон, видите, табличка восемь евро. Да просто из нержавейки еще не заржавело. Ну все, спустились в Котор, в старый город. Сейчас здесь полазим немного. Посмотрим город. Сверху он очень красиво выглядит. Особенно крыши черепичные. Не то, что в Питере. Ржавые, железные, гнилые. как в Грузии прям, в Тбилиси. Опа, это мы нормально вышли. Вот. старый Котор очень сильно мне так же напоминает, как и Дубровник, готический квартал Барселоны. что-то здесь есть такое. Узкие улочки, каменные дома, мощеный тротуар, никакой зелени, все так близко, узко, ну и красиво. классно. Такой, мне кажется, все излишне туристический город даже. какая-то штука только у меня. даже Дубровник не настолько показался туристическим, как вот Котор. Сувенирки, кафехи, всякие экскурсии, туда-сюда, ну в общем, все такое для туристов. Ну что делать? Комикс про Иисуса Христа. То есть, это ты считаешь, что это комикс? Эти картинки веселые, это комикс про Иисуса Христа. Ну смотри, вот это волхвы молят о знамении, вот ему Господь дает, значит. Фух, ну вот мы погуляли по дневному Котору, по центральной части поднялись наверх, ну в общем круто, но сезон, наверное, здесь очень не очень. Много народу, жарко и шепетует рэш для туристов. Ну это не мое это. А наверх подняться стоит, но только не за 8 евро. Ну все, выехали мы из Котора, и теперь едем в Будву, где, собственно, и ночуем. Ехать где-то минут 20-25. Все близко, класс. Прямо как в Майами. Только не Майами. А так красиво. Приехали на вписку. Опять узкая улочка. Вот. Нам туда. Ну что, друзья, вписались мы в Будве, я считаю, отлично. Вот наши апарты. Здесь есть комната при входе, куда можно вписать кого-нибудь. Так, идем дальше. Тут у нас вот зала с кухней. Тут вот наша комната с двумя кроватями. И выход на балкончик с охрененным видом. Вот он. залив, старый город, там вот пляжи. Ну, в общем, вся центряшка. И вот здесь можно сидеть, пить венчик, который мы купили в Госнии. И запивать все это пивчиком, который мы купили в Хорватии. В общем, классно. А заплатили мы за номер 1250. Как-то вот так. Ну, в общем, круто. Это того стоит. Ну, все, кинули шмотки. в наши апарты. Идем гулять. Уже стемнело. Идем гулять в старый город. Пошастаем по старому городу Будвы в темноте. Каков он? Посмотрим. Вот, на Балканах есть такая тема поминальная доска. Не знаю, как она правильно называется, но я ее называю поминальная. И сюда вывешивают некрологии недавно умерших людей, местных жителей. В Будве так нормально яхт напаркована. Опа, какие все красивые, дорогие. И вот она крепостная стена старого города. И сейчас мы пытаемся туда зайти. А, вон вход вижу. Открытые ворота. Пойдем. Пошли в старый город. Сейчас мы здесь погуляем немножко. сразу узкие улочки, фонари. Дубровники один в один такие же фонари. Поменьше дубровники размера, только они, да? Не знаю, по-моему, такие же. Ну, так вот, все то же самое. По большому счету, что в Дубровнике, что в Которе. Но, как нам сказала тетя, у которой мы арендовали квартиру, что этот старее, чем в Которе. Но, не знаю, насколько это правда. выступы стены. Видимо, чтобы удариться в него. Кстати, был варик. Вот здесь где-нибудь снять апарты. Но, здесь на машине здесь нигде не пропаковать. Нужно было пропаковать где-нибудь в любильниках на парковке где-нибудь. И сзади пешком. Классно. Это кусок старого основания чего-то. Классно. фонтанчик питьевой. Балкончик. Ставни. Круто, круто. Еще бы кондиционер убрать было вообще красиво. Вот еще какой-то артефакт местный. Видимо, скамейка и стол. Козла забивать дедам. Русских тут много. Это не Классно. Но это очень далеко где мы были. Пекарня разврата не работает. Так, церкву какая-то звонится. Тишина, красота, тепло. О, огонь. Это, похоже, старый колодец. куда бутылки бросают и бычки. Непонятно, насколько глубокий. А это здание называется Цитадель. Там вот по стенке написано. Все закрыто. Внутрь не попасть. Пролаз какой интересный. Опа. Вот мы на море. Ну вот, погуляли мы по старому городу Будва и решили прямо на море-океане вот тут посидеть прямо на пляжике на стульчиках. Взяли пиво в магазине и рулет. Пиво стоит 1 евро в магазине, а рулет мы взяли 3,50. И сейчас будем здесь сидеть под шум прибоя в темноте ужинать. Вот такое вот местное пиво. Никшечка и па. Сейчас будем дегустировать. Это вот такой рулет. Вот такой он длинный. Оп. 3,50 стоит. Микс. Сейчас отпусим и спробуем. Интересный воротся с пляжа в старый город. Оп. И все. И опять узкие звилистые улочки. Класс. Ну вот, погуляли все по городу. Движемся уже в номера. Ну, город такой, как мы уже говорили, чересчур туристический. Прям так нарочито выражен. Даже в общем Дубровника, по-моему, по мне. Много русских. Прям так. Выписки на русском даже. Шубы продают. Что много тех, кто здесь живет или не наехал. Ага. Живущих русских, да. Которые говорят на русском и на сербском. Ну, в общем, не знаю. Мне как-то не очень такое нравится. Ну, здесь очень крутой пляж славянский. Вот туда вот. Там ся движухом. А сейчас идем домой. Попьем боснийского винца на балкончике. Эх, красота. Ну что, друзья, вот оно, боснийское винишко. анонсированное сегодня мною. И вот такой вот вид на Будву. Так вот и сидим, проводим вечер. А завтра в Албанию. Все, приехали в Албанию. И первым пунктом у нас это крепость Розафа в городе Шкодра. Бля, вообще прикольно. Как в Закарпатье. Очень круто. После Шкодра приехали в Круе. Это такой небольшой городок. Здесь находится крепость. А это, между прочим, первая столица этнического албанского государства. в Круе. Редактор субтитров